Это первые беззаботные минуты Алекса. Его жизни теперь ничего не угрожает. Но еще несколько дней назад пёс сидел на цепи в разгар сильных морозов. Неравнодушные люди освободили его и согрели. У собачки сильное истощение, у собачки были отёк лап, видимо, переморозил, отёк мордяшки. И вот у нас страшный отит. Ну и, конечно же, собачка в ужасном состоянии, это видно. Кота Жорика нашли на парковке. Еще пару часов на морозе могли стать для него смертельными. В клинике заверили – кот нуждается в экстренной операции. У него обнаружили опухоль головного мозга. Необходимую сумму волонтеры собрали всего за полчаса. Собрали почти 150 тысяч, но 110 тысяч ушло только на операцию, плюс МРТ, плюс обследование дополнительное, плюс стационар. Ну, ушла большая сумма достаточно. Неравнодушные люди спасли и эту собаку. Ее щенки погибли, будучи еще нерожденными. Животное прооперировали и назвали «Чирик». Ей продолжают оказывать необходимую помощь и ищут новый дом. Сейчас все еще в клинике, продолжают капаться антибиотики и все необходимые препараты для ее спасения. А эта необычная история потрясла многих. Житель Елуторовска обнаружил на дороге замерзающего пса. Оказалось, он был на передержке и проходил лечение. Временные владельцы решили, что животное не справилось с болезнью и закопали его. Но пес вышел на дорогу, где и встретил своего спасителя. Выяснилось, что у пса, помимо обморожения, была еще инфекция. Врачи боролись за его жизнь, но вчера вечером пса не стало. Вот такая вот история, в которую я попал. И она, я скажу так, она не уникальная ни в чем. Но всегда это везде происходит. Просто надо смотреть вокруг, надо помогать. Ежегодно в морозы тюменцы спасают десятки кошек, собак и птиц. Но не всем животным удается дождаться помощи. Впереди еще два месяца зимы, а это значит, наша помощь бездомным животным еще понадобится. В морозы, без еды и тепла смертью собак наступает через 15 часов, у кошек через 6. Чтобы спасти бездомное животное, его необходимо накормить и пустить в тепло. А лучше забрать домой и любить. Мария Ремезова, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.